Доброе утро, мои дорогие! Снег идёт! Здорово! И такой прям воздух, такой совсем другой. Масенька, то ты уркаешь. Я ж тебя уже покормила. Чего ты? Чего ты, поиграться хочешь? Некогда играться, бабушка сейчас. Поеду в РЭС, за свет надо заплатить. А то приехала на праздник на почту за посылками. И отправить надо. Если сейчас получится у меня всё, то очень хорошо. И главное, ветра нет. Нет ветра, идёт снег. Всех с 8 марта. Желаю вам, чтобы все были счастливы, любви и здоровы. Маська сидит на окошке. Нагулялся или снег тебя напугал? Ой, гляньте, прям метель. Обалдеть. Вот так вот, весна в Крыму. Ну, вроде перестаёт снег идти. Зонтик весь в снегу. Ну, чего, вот сейчас опять вот расстроилась. Ну, чтобы абонентский ящик мне за него там заплатить, чтобы он у меня был, нужно документы там в трёх экземплярах написать. А они у меня лежали в Алинкиной комнате на кровати. Сейчас захожу. Когда он умудрился их изодрать? Остался целый один экземпляр нижний. Когти, что ли, точил или играл? Когда успел? Господи. Ну, Мася, это вот, ну, какой-то начальник землетрясения. Ой, не могу. Ну что, вот сейчас опять приеду. Надо просить у девочек ещё экземпляры. Так жалко время сидеть, терять, писать там, вот к чему. Вот сейчас тоже ходила там, показания счётчиков снимала. Я взяла эту квитанцию, которую я платила в конце января. Сразу-то не посмотрела. Ничего себе. Какой-то долг там у меня полторы тысячи. Никакого у меня долга не было. Я в конце декабря заплатила. А они пишут, что у меня на 1 января долг полторы тысячи. Ну что вот это вот? Обдиралово какое-то. Так не хочется, знаете, вот это доказывать что-то, ругаться там. Ну, Мася, ты меня по голым ногам, лапками своими холодными, сырыми, не очень приятно. Да? Да? Да. Но придётся ругаться. Ладно, жду. Сейчас у меня автобус будет. Через 20 минут пойду одеваться. Поеду в город. Жайки мои, спасибо вам огромное за комментарии. Я их все читаю, но ставлю сердечки. Потому что вы... Ну, вы... Вот я отвечаю, знаете, на какие комментарии? Ну, где прям вот какие-то вопросы, понимаете? Потому что... Вот это ж сколько сидеть писать-то, представляете? Ну, я читаю все. Спасибо, мои хорошие. Да, нам не все равно нам. Надо ничего... Я думаю, что погода-то разгуляется, наверное. Это ещё так с утра. А там плакать. Ой, вот меня несколько раз спрашивали, а можно ли прописаться в доме? Вот в СНТ, как я живу. Можно. У нас вот в Черноморском есть вот такая контора. Геоконсалтинг называется. Обращаешься туда, тебе этот дачный домик переводят в жилой дом. И можешь прописываться. Вот, кстати, меня тоже спрашивали, могут ли покупать участки в СНТ граждане Украины? Нет. Не могут. Мало того, до 31 марта вот этого года те, кто вот это время всё не приезжал, не платил за все эти взносы, которые там каждый год платим. Всё, и участки изымаются вместе со строениями и пойдут на аукцион. Вот так. Так что, граждане Украины, кому нужны эти участки? Так, а чё такое? Почта закрыта, что ли? Ой, блин, сегодня выходной. Ну вот, видите, облом. Облом. Не мой, значит, день сегодня. Жалко как. Ну, прям вот не нравится мне такое начало. Почему-то в банкомате не смогла денег снять. Причём с двух карт. Ну, видимо, с ним что-то, наверное. Так, ладно, сейчас пойду. Тогда схожу в другой банк. Надо денег снять и ехать в РЭС за свет платить. Ну, погода разгуливается. Слушайте, а может, и РЭС сегодня не работает? Пластмассовые фонари. Позорище. Сколько они лет простоят. Уже вон кривые киты. Так, а может, и РЭС-то не работает, потому что я звонила с утра. Чё-то никто трубку не взял. Ай, с этими праздниками. Блин. Так, а автобус у меня будет только через два часа. Придётся Толику звонить. Вот и домик уже готов. Быстро построили. Уже всё штукатурено. Окошки стоят. Всё как надо. Скоро будет красиво. Скоро будут абрикосы, персики цвести. Будут розовые деревья. Ой. Скорей бы уже. Надо погода, да? То снег, то солнце. Уже всё растаяло. Что-то для кафе-то большеватое, да, вот? Здание. Привет, дедушка Ленин. Я уже сама смеюсь. Всё был дедушка, дедушка Ленин. А теперь я уже старше его, когда он жил. бляха-муха. Ай, бляха-муха, и магазин это закрытый. Вот что значит после праздника. Так, ну ладно, прям погода разгулялась. Надо Толику звонить. Вон она, моя лягушонка в кропчонке едет. Что, мои девочки дорогие? А Толик у нас привился. Я такой, как и все. А когда теперь второй раз? 25-го. Ну ты ничего не почувствовал? На абсолютном. От прививки от этой. Ну и на выходе. Какими был, такими осталось. Ясно. Ну слава богу, а то много умирают после прививки. Я к этому. А мне ты нужен живой, ты знаешь, вот как-то. Да. Нет, я, конечно, побаиваюсь. Да что там, блядь. Первый этап, когда-то я не спорю. Короче, ты каравчик. Ясно. Рисковый ты парень. Да что там рисковый? Солнышко вышло. Сразу потеплело как-то. Вернулась домой. Меня с 8 марта кто только не поздравлял. И откуда только не поздравляли. Вот даже с заснеженных гор Красной Поляны Танюша меня поздравляла, Данина мама. Но поздравлял-то сын её. Очень приятно. Ой, ну что такое? Что-то не это. Вот представляете, ветер какой целый день. Открываешь дверь, и тебе вот это всё летит в хату. Только утром убралась. Вот вышла три раза на улицу. Гляньте, что творится. Да, Мась, чего? Нау. Ну, хоть солнышко вышло. И то, ладно. Всё как-то поприятнее, несмотря на холод. Костя звонил. В ресторан вчера ходили. Ну, правильно, а как? Грязник же гулять надо. Ну, а сейчас опять несколько шарфов колье. Вот такой шарф. Он не очень широкий, поэтому такой вот. Тысяча одна ночь. Ну, я их так называю, вот эти вот, с блестящей вышивкой, с такой. Вот такой шарф. Многоцветный, яркий, очень приятный. Вот не знаю, девочки, вот на ощущение как будто хлопок. Но я думаю, что, конечно, что-то добавлено в этих шарфах. Мусины здесь я вот бисером обвязывала. Фурнитура такая вот под бронзу. Я уже говорила, мне кажется, у меня на любой вкус есть шарфы. Прошу прощения, у меня здесь темно. Потому что терраса прямо вот перед домом, и она съедает весь свет, и лампочки не помогают. Вот такой шикарный белоснежный шарф. Он такой мягкий, такой какой-то тёпленький. Ну, не как вот тоненькие эти шарфы. Но он длиннее, чем полтора метра, потому что... Вот тут, видите, такой вот металлический вот такие вот заклёпочки под золото. Мне жалко было обрезать. Вот. И это камни натуральный кварц. Вот такой шикарный шарф. Прямо шикарный. И вот такой шарф колье. Он такой очень приятный на ощупь. Но он, вот видите, он такой вот как мятый. Переходит в цвета. Вот. На сегодня это последний шарф. Помните, я клоше делала? Из Икеи такая была на проволочке. Штучка висела. Вот я сделала. Как она здорово с гирляндочкой смотрится. Ну что, рановато вышло. Я всё никак не привыкну, что теперь позже солнце-то садится. На целый час, мои дорогие. И это здорово. И расцветает уже раньше. Ну прям, ой, хорошо. Что мой золотой? Кто такой? Кто такой? Что такое? Как собака со мной уходит. Но вредничает. И я понимаю, что он... Он злится на меня. Что он, вот, когда я уезжаю, видите, его забирает. А там так здорово. Там котята, кошки, вот эти вот сфинксы. Ему там весело. Он там прыгает. Радуется, скачет. Сюда он приезжает. И вот помоечные коты приходят. Причём... Вот сегодня борщ себе готовила. С Толиком же ездили в магазин. И пар идёт. А у меня сломалась вот эта вытяжка в Валентином доме. Вот. И я дверь-то открыла. И ему поесть положила. А сама вот это сижу себе в интернете с видео. У меня сегодня... Ну, просто вот столько чего-то. Мне люди звонили, писали. Да, мой хороший. Оглядываюсь. Кот сначала поел, а потом сидит в сторонке. А там два здоровых вот этих кота, которых я подкармливаю, уже у меня в доме тут, на кухне пир. Я ему говорю, что ж ты делаешь? Гони их в шею. Ну, и он прям вроде это. И они побежали. А шо ты нюкаешь? Это кот вот метил тут, да. Взрослый. Нюкает он. Он сейчас тоже, тоже вот буквально, я не знаю, неделька-две, и он тоже начнет метить. Метить. Потому что парень прям видно. Вырос. Да. 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 Что такое? Возмущается, что-то ходит. Вот. Он вредничает. Вредничает. Ему скучно. Он вот это мяу-мяу, мяу-мяу. Ну, правильно. Когда мне его отдавали, мы-то понимали, что я буду уезжать, люди взрослые. А он-то был не в курсе. Его как-то не поставили в известность. Ой, какой же ветер холодный. И он, конечно, для него это стрессы. Ему там так хорошо и весело, а тут приезжает один. И вот компании подбираются. А эта компания его хорошему не научит. Так что вот так вот. Ну, ладно, дело к вечеру. Я сегодня дел переделала. Ой. Устала, как тот бобик. Вот, представляете, время-то почти семь. А я за весь день только сейчас вот борщику и поела. Вот утром, как попила кофе, это дело было, наверное, полседьмого или семь. И всё. И я вот вся закрутилась. Ой. Поменяла молнию. И что-то опять случилось, вывалилось. Хотя зашивала тут у горла всё как положено. Ну, ладно, сейчас разберёмся. В общем, короче говоря, жизнь потихонечку идёт. Да, Мась? Очень любит около ног тереть. И под ноги лезть. Вот я, вот, котов, вот как сказать, не то, что я не люблю. Я их люблю. Но вот то, что они лезут под ноги, когда идёшь, то ты так-то еле ходишь. И вот, вы знаете, что великий учёный Павлов умер от котов. Кот попался ему под ноги, он упал. И убился старенький. Так что вот у котов, да, есть такая противная привычка. Лезть под ноги. Ну, ладно, мои золотые. Давайте. Холодно. Хорошего вечера вам. Спокойной ночи. Не болейте. Да, да, да. Берегите себя. Пусть у вас всё будет хорошо. И пусть у меня всё будет хорошо. Я вот уже себе говорю, да ладно, ладно, сейчас пойдём. Я вот себе говорю, вот, какое счастье, что у меня есть возможность показывать людям, ну, как я живу, чем я занимаюсь. И даже вот эта возможность выйти на закат и с вами поговорить. Девчонки, это ли несчастье? Сколько людей, у которых нет такой возможности. А у меня есть уже три года. И это всё благодаря моей Алинке. Мне бы никогда это в голову не пришло. А ведь привыкла. Я ведь живу с этим. Более того, если бы не это, меня бы давно не было. Это я вам правду говорю. А теперь ложишься спать, думаешь, что завтра буду делать, что снимать. Встаёшь с этой же мыслью. И так весь день и пролетает. Я даже боюсь себе представить, что было бы без этого. Так что, мои дорогие, надо, да, благодарить каждый день за то, что у нас есть. Я, конечно, люблю поныть. Люблю. То не так, то это не эдак. Но это ж не исправить, наверное. Это что-то вот заложено внутри, в подкорке. Ну, так-то я всё понимаю. Я благодарю за всё. Вот, звонил Костя, сказал, что приедут. Потому что внук Саша требует поехать к бабушке в Крым. Так что буду их ждать. Ну что, домой пойдём? Ладно, лапочки мои, давайте. До завтра. Берегите себя, пожалуйста. Ну и пока-пока, как всегда. Всё, целую и обнимаю вас. Субтитры сделал DimaTorzok